МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Такие опасные фельдшеры скорой помощи. Два жителя Тимирта утверждают, что их избили медработники станции скорой медицинской помощи. Самая важная ночь в году. Мусульмане всего мира отметили ночь предопределения. В Карагандинской областной мечети не было свободных мест. Дружба, согласие, единство, толерантность. Работы на эту тему представили участники творческого конкурса «Шанрак». Победители награждены дипломами и денежными премиями. Двое жителей города Тимирта утверждают, что их избили фельдшеры станции скорой медицинской помощи. Пострадавшие занимались строительством на территории станции. Сломанная рука и разбитая голова. В таком состоянии они были доставлены в больницу. В происшествии разбиралась Асель Сазанбаева. Сейчас двое пострадавших самостоятельно передвигаются с трудом. Все тело в гематомах, кроме сломанной руки и пробитого черепа. Инцидент на Тимиртауской станции скорой медицинской помощи произошел 15 июня. По словам мужчин, их избили настолько сильно, что пришли в себя не только в больнице. «Были два фельдшера и один водитель. Это они втроем били в основном. Они хотели пройти, мы их не пустили, так как не высох бетон. Затем, не помню, что было, накинулись на нас, очнулись только на больничной койке. Защищались как могли. Спасибо, что хоть живы остались». Фельдшеры избили строителей, потому что те не разрешили им пройти по не высохшему бетону. Сначала медработники ругались нецензурной бранью, а затем и вовсе бросились на строителей. По словам пострадавших, избивали их трехметровыми железками. «Очнулись в больнице, увидел сломанную руку и ничего не помню. Ужасные боли и по всему телу синяки и ссадины. Нас неоднократно вызывал директор станции скорой помощи и пытался решить все мирным путем, но сдаваться мы не хотим». Как говорят пострадавшие, директор станции скорой медицинской помощи пытался уладить инцидент мирным путем, не предавая его огласки. Но рабочие отказались, ведь остались еле живые. Мы решили обратиться за разъяснениями к директору Темиртаусской станции и в областное управление здравоохранения, но ответов так и не дождались. В областном департаменте внутренних дел нам сообщили, что дело находится в суде. «Согласно Уголовному кодексу Республики Казахстан, статье 108 «Умышленное причинение легкого вреда здоровья» ведется расследование. Дело передано в суд». В полиции сообщили, что заявление поступило от самой станции скорой помощи. В чем обвиняют медики-строителей, пока неизвестно. Также неизвестно, какое будет решение суда. Ясно лишь одно – главная заповедь врача – не навреди. На поверку оказалась не такой уж и главной. Астер Сазамбаева, Жасуламу Клубеклов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. «Кадр Тюнэ» или «Ночь предопределения» объединила мусульман всего мира. Считается, что именно в эту ночь пророку Мухаммаду была неиспослана первая сура Корана. Накануне этой ночи верующие караганды собрались в зале областной мечети, чтобы провести всю ночь в молитвах. Ежегодно в Карагандинской областной мечети «Ночь предопределения» встречают более пяти тысяч человек. Они проводят эту ночь в молитвах и чтении Корана. Считается, что именно в «Кадр Тюнэ» пророку Мухаммаду был неиспослан Коран. Согласно ссоре, эта ночь равна цены тысячи месяцев. Мусульмане верят, что у людей с чистым сердцем пожелания обязательно сбудутся. В эту ночь принято просить прощения у Бога за совершенные грехи и читать Коран. «Кадр Тюнэ» лучше тысячи месяцев. Она меняет судьбы людей. Принято считать, что в эту ночь на землю спускается огромное количество ангелов. Именно в эту священную ночь Аллахом началось неспослание Корана пророку Мухаммаду. Я приехал специально из Пришахтинска, чтобы провести эту ночь в молитвах Всевышнему. За всю ночь правоверные мусульмане не смыкали глаз, потому что именно в Кадр Тюнэ Всевышний распределяет земные блага в награду за праведную жизнь. В священную ночь нужно помириться с врагами, простить виновных, а также попросить прощения за свои ошибки. Причем не только у Всевышнего, но и у окружающих людей. Сегодня в областной мечети Караганды вместимостью в 4000 человек не было свободных мест. Многие стояли снаружи. Очень радует, что сейчас много верующих. О том, что Кадр Тюнэ приходится на период прохождения священного месяца Рамазан, знает, пожалуй, каждый мусульманин. В этом году уроза длилась по 18 часов, что тяжело в такую жаркую погоду. Но Всевышний дает силы всем. В эту особенную ночь мусульмане должны поклоняться Аллаху, читать Коран, просить прощения у Всевышнего за содеянные грехи, молиться за себя и за других людей. Священный месяц Рамазан продлится до 24 июня. Завершится пост трехдневным праздником. Асель Сазамбаева, Андрей Тен, Жаксулук Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Национальный день Франции проходил в среду на выставке Экспо в Астане. Это событие в национальном павильоне Франции совпало с днем летнего солнцестояния. Помимо этого, во всем мире эта дата известна как День музыки. Любопытно, что праздник музыки родом из Франции. Он был организован в 1982 году в Париже по инициативе министра культуры Франции Жака Ланга. Именно поэтому на летней сцене международной выставки Экспо звучала музыка. Открывали концерт два самых важных музыкальных произведения. Гимн Республики Казахстан и знаменитая Марсельеза. Гимн Французской Республики. Приветствуя высоких гостей, представитель Министерства иностранных дел Айгулё Спан сообщила, что именно Франция стала родоначальником международных выставок Экспо. Международная выставка Экспо – это мероприятие, соединившее Францию со всем миром. Такие выставки имеют особое значение для каждой страны, которая каждый раз открывает для себя и своего народа что-то новое. В 1882 году Франция провела первую выставку, что далее стало традиционным мероприятием. Начало такой программы подарило миру много новых проектов и новшеств, Франция – гений инноваций, и это бесспорно. Генеральный комиссар павильона Франции Паскаль Лоро отметил, что в рамках международной выставки Французская Республика представила свои лучшие достижения в области энергетики будущего. Он также отметил тесную связь между двумя государствами. Франция занимает пятое место среди основных экономических партнеров Казахстана. Казахстан после становления независимости начал оказывать Франции большую поддержку. Среди европейских стран Франция – первое государство, которое заключило с вашей страной стратегическое соглашение. И такое соглашение продолжает действовать и по сей день. А выставка Экспо дает возможность продолжать нашу тесную связь и дальше. В этот день для гостей выставки была подготовлена яркая и насыщенная культурная программа. Дуэт Бандор исполнил французские ретро-песни. Квартет из Британии раскрыл различные стороны бретонской культуры – прошлое и настоящее, традиции и современность, мелодии и танцы. Помимо французских коллективов перед гостями выступила Толкен Забирова и студенты Казахского национального университета искусств. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Скиф в Караганде представляет Суперакции с 19 июня по 2 июля. Молоко одари 1 литр 255 тинги. Окрачка куриный ресурс 1 килограмм 429 тинги. Скиф. Просто сравни цены. Впервые в Караганде прошел творческий конкурс «Шанрах» в сфере журналистики. Всего из Карагандинской области было подано 18 заявок. 10 участников награждены денежными премиями и дипломами. В конкурсе принимали участие работники СМИ. Они должны были предоставить собственные работы на тему дружба, согласие, единство, толерантность. Как уверяют организаторы, главная цель конкурса – это укрепление общественного согласия и национального единства. Это важный фактор благополучия нашей страны. Так считает один из победителей конкурса «Гольнуржакен». Она стала обладателем награды за профессиональное мастерство, представив свою диалоговую программу «Багыт» с участием руководителей этнокультурных объединений. Одно из главных преимуществ нашей страны – это многонациональность. Всех нас объединяет единство, дружба и общая культура. С момента создания Ассамблеи народа Казахстана мы, представители средств массовой информации, ведем активную работу, совместную работу. И, пользуясь случаем, я хочу поздравить своих коллег с профессиональным праздником и пожелать больших творческих успехов и поблагодарить организаторов за награду. Спасибо. Организаторы конкурса «Шан-Ирак» – общественное объединение «Союз молодежи города Жизказган» в соответствии с заказом КГУ «Кохамдак-Киресым» аппарата Акима Карагандинской области. Требования были строгими, условия жесткими, но все участники справились на отлично. Поздравляю всех работников СМИ с их профессиональным праздником. Хотелось бы поблагодарить вас за труд, за то, что освещаете темы о работе нашего учреждения. Благодарю вас за старания и терпение. Желаю вам успехов в работе и всего хорошего. Победители определяли по трем призовым местам и по трем номинациям. Награды вручали за лучшие статьи в печатных и электронных изданиях, за лучшие видеосюжеты информационных выпусков и телевизионных программ, а также за лучшие радиопрограммы и материалы информационных агентств из сетевых изданий. Светлана Свич участвует впервые и уже есть чем гордиться. Здесь необходимо было предоставить работы, свои статьи, которые мы писали и публиковали в наших изданиях в течение года. Они должны были касаться работы Ассамблеи народа Казахстана, работы на культурных объединениях области, их участие в различных мероприятиях, а также их вклад в развитие толерантности, воспитания, патриотизма молодого поколения и так далее. Я сделала подборку нескольких статей в течение года, которые выпускались, предоставила в конкурсном жюри. Очень рада, что мой труд был оценен. Победителям конкурса вручены денежные призы и дипломы. Такие конкурсы станут доброй традицией. Ежегодно будут проводиться в преддверии профессионального праздника работников СМИ, заверяют организаторы. Ассель Сазанбаева, Жаксул Кмиртая, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Более 500 нарушений прокуроры выявили на станции ТЭЦ-2 города Тимиртау. Отсутствие отопления у жителей, внеплановые проверки предпринимателей. Эти и другие проблемы обсуждали на брифинге сотрудники Тимиртауской прокуратуры. Жители города Тимиртау всю зиму сидели без тепла. Температура в квартире не превышала 11 градусов. В результате проверки станции ТЭЦ-2 были выявлены более 500 нарушений. Основная проблема – это старые котлы. Нам из привлечения специалистов были изучены причины многочисленных сбоев подачи тепла. За последние два года, вы знаете, это случалось более 260 раз. Постоянный недогрев – 1,5 градуса в среднем. А по факту, батареи в домах Тимиртау все постоянно половины в зимний период. В результате нашей проверки было выявлено более 500 нарушений в деятельности ТЭЦ-2 «Арселор Митл Тимиртау», влияющих на качество доказания отопительных услуг. Это ненадлежащая эксплуатация энергооборудования, неисполнение инвестиционных обязательств по его модернизации, необоснованная царификация услуг и другие нарушения. А вот привлечено к административной ответственности. Прокуроры Тимиртау на брифинге отчитались о проделанной работе за первое полугодие. Специалисты надзорного органа рассказали о самых резонансных проблемах. Житель города Тимиртау, воспитанник детского дома, по неизвестным причинам остался на улице. При этом он получил квартиру от государства. Сегодня по этому факту идет проверка. По уязвимым слоям населения защищены имущественные права детей сирот. Из-за несовременно принятых акиматом города мер по сохранности квартир этих детей путем наложения необходимых обременений, один ребенок уже остался без жилья. Мы на это обратили внимание. По нашему указанию на 8 квартир детей остаются без родителей наложены обременения на совершение сделок. Их права тем самым защищены. Сотрудники прокуратуры также сообщили, что теперь уменьшатся внеплановые проверки предпринимателей. Их количество сократилось с 32 до 11. Проверки будут, но лишь в крайних случаях заявили сотрудники прокуратуры. Мы отказались от проведения проверок. Их количество сократилось в трое, с 32 до 11. Вместо этого перешли к аналитической работе. Что это за лома? Меньше стали вмешиваться в деятельность государственных органов. Наши проекты теперь проводим только в исключительных случаях, когда сам неполномочий орган не принимает меры к защите прав граждан. Результаты надзорной деятельности от этого не пострадали. Напротив, путем анализа нам удалось предотвратить неэффективное использование бюджетных средств на сумму почти 400 миллионов рублей, автоматом города Тимиртал. Мы не дали им перечислить эти деньги ненадержащему поставщику. Также специалисты надзорного органа сообщили, что увеличено время приема граждан. Три главных задачи обозначены в прокуратуре. Одна из них – восстановление доверия населения. В Карагандинском техническом университете стартовала традиционная международная научно-практическая конференция. В нынешнем году она носит название «Интеграция науки образования и производства. Основа реализации плана нации». Обсудить различные аспекты высшего образования собрались более ста ведущих специалистов из 18 государств. Карагандинская область по праву является не только индустриальным сердцем, но и крупнейшим научным центром Казахстана. Масштабность и комплексность задач по ускоренной технологической модернизации особенно актуальны для Центрального Казахстана. Об этом в своем докладе сообщил заместитель Акима области Жан-Дос Абишев. Для успешной реализации поставленных задач необходимы высококвалифицированные кадры. Не случайно девятые Сагиновские чтения посвящены интеграции науки, образования и производства. На конференции работают 12 секций. В одной из них обсуждают проблемы и перспективы развития горной отрасли. В частности, рациональная отработка месторождений полезных ископаемых с использованием новых перспективных технологий, связанных с обеспечением устойчивости бортов карьеров. Наши разработки приносят реальную помощь на предприятиях. Это связано с тем, что мы при отработке месторождений полезных ископаемых рациональные параметры бортов карьеров даем. Эффект наш заключается в уменьшении объемов с крыши при разработке месторождения полезных ископаемых. Одна из основных задач современного высшего образования – это подготовка современного специалиста, отвечающего требованиям международного уровня. А сделать это без знания требований, предъявляемых производственниками, невозможно, заявляют организаторы конференции. Именно поэтому среди участников – первые руководители крупнейших промышленных предприятий. Здесь симбиозим науки, производства и образования. И здесь каждое слово наших производственников нам на весь золото. И мы хотим внедрить все пожелания наших работодателей в учебный процесс. На конференции обсуждают внедрение ресурсосберегающих технологий в машиностроении, инновации в металлургии, строительные материалы и технологии, транспорт и логистика и многое другое. По итогам работы конференции участники планируют принять резолюцию, в которой будут высказаны рекомендации по улучшению работы отраслей промышленности. Андрей Теннис, Ламбекоспан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Продолжаем выпуск. Неделя музеев стартовала в Карагандинском областном историко-краеведческом музее. 22 июня мероприятие открыл Тимиртауский историко-краеведческий музей с экспозицией «Тимиртау. Железная гора». Здесь представлена коллекция лучших экспозиционных идей, воплощенных за последние годы. Жители шахтерской столицы ждет семидневное путешествие в историю города Тимиртау. На специальную выставку Тимиртау «Железная гора» из историко-краеведческого музея было привезено более двухсот экспонатов. Здесь представлены коллекции лучших экспозиционных идей, воплощенных музеем за последние годы. Исторические периоды становления города Тимиртау показаны через современные пространственно-визуальные формы. Карагандинская публика была в восторге от представленных экспонатов, в особенности местные историки. Одна из них – Нурсахан Бейсимбекова. Экспозицию она посетила вместе с внуками. «Все экспонаты и информация предоставлена очень грамотно. Все старые экспонаты очень хорошо сохранены. В особенности мне понравилась иллюстрация президента. Так все ясно и понятно рассказано о поэтапном становлении нашего Елбасы. Надеюсь, благодаря такой выставке мы узнаем истории каждого региона». Пять экспозиционных разделов раскрывают важные страницы истории города, начиная с эпохи тоталитаризма, сталинских репрессий, когда из небольшого поселка Самаркандского рождался будущий промышленный центр – город Тимиртау. Тема Великой Отечественной войны также представлена в двух инсталляциях. Также представлены такие инсталляции, как «Анатомия женщины», «Под общим шанераком» и «Казахстанская магнитка». «Необычный сам подход в создании экспозиции. Эта экспозиция состоит из нескольких секций, которая в целом дает общую картину истории становления и развития металлургического края Тимиртау. Здесь представлена и сама промышленность, история города в людях, в лицах, в судьбах, разные сферы деятельности этого региона». Неделя музеев посвящена открытию международной выставки «Экспо-2017» и 85-летию Карагандинского областного историко-краеведческого музея. Более 200 уникальных экспонатов, которые занимают особые места в истории Тимиртау, будут радовать местную публику еще неделю. Вход свободный. Фариза Албаева, Жаксулк Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» выбыл из борьбы за Кубок Казахстана. В ответ на матчи в Атырау горняки проиграли с разгромным счетом 3-0. У карагандинского «Шахтера» в нынешнем сезоне довольно хорошая статистика в противостоянии с Атырау. В шестом туре на выезде команды сыграли в результативную ничью 3-3. После карагандинцы обыграли Атыраусов в первом полуфинале Кубка 1-0. А несколько дней назад снова пригвоздили Атыраусов на своем поле в рамках чемпионата 2-0. Однако Атырау не спешил сдаваться, ведь шанс выйти в финал Кубка выпадает далеко не каждый год. В первом тайме хозяева владели инициативой. «Шахтер» оборонялся спокойно, во многом потому, что соперник не ставил перед ним неразрешимых задач. Однако начало второго тайма перевернуло игру. Новица Максимович с помощью одноклубника прорвался по центру в штрафную и завалился на газон. Пенальти. «Серб» самостоятельно исполнил приговор. 1-0. Атырау продолжал вести игру. Спустя 20 минут нефтяники заработали еще один стандарт и с успехом его реализовали. Отличился грузинский нападающий Владимир Двалишвили. 2-0. В конце встречи, когда «Шахтер» пошел большими силами вперед, Атырау провел контратаку и забил третий мяч усилиями вышедшего на замену Айбара Нуребекова. Итог встречи 3-0. Наставник «Шахтера» Андрей Финонченко проигрыш связывает с качеством покрытия поля и травмами игроков. Не знаю, какие факторы повлияли на это поражение. Может, то, что играли на искусственном два дня назад, сейчас перешли на натуральный газон, потому что движение было слабое. За два тайма практически 3-4 опасных момента удары, поворотом создали. Плюс опять у нас получилось то, что думали дозаять двух футболистов к этому матчу центрального защитника Дмитренко, но что-то не получилось, поэтому пришлось опять опускать центрального защитника Сергея Скорых. Плюс опять же он получил травму. Их пришлось менять в начале второго тайма наш левый защитник, получил травму, тоже пришлось менять. В этом году какое-то у нас невезение. Травмы преследуют футболистов. Победа от РАУ обеспечила клубу выход в финал Кубка. Соперником нефтянников стал Алматинский Кайрат. Финал Кубка в этом году пройдет в Актобе. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, Аман Солбонстар. Редактор субтитров А.Семкин